Какая мысль не даёт ему покоя? Посмотрим, какая мысль о вас не даёт ему покоя. И девочки, напоминаю, что 19 декабря, то есть уже послезавтра, состоится прямой эфир, закрытый, платный, для участия в прямом эфире. Стоимость участия 350 гривен. Погадаем на любовь, на вашего суженого. Ограниченное количество мест. Проводите оплату на карту и я вам пересылаю, отправляю ссылочку для участия в прямом эфире. Итак, какая мысль о вас не даёт ему покоя? Сначала посмотрим, какой мужчина выйдет. Мужчина. Так, смотрите, у него состояние такое, как будто бы он в тупике оказался. Что за тупик? Какое это состояние отчаяния, безысходности. Из-за некой женщины, которая такая вот сумасбродная, говорит, что поступает, как она хочет. Её не интересуют мои чувства. Что я думаю по этому поводу. Лёгкая такая, вот какая-то неприступная. То есть соблазнительная. И вместе с этим к ней не дотянешься. Да, вот такая вот какая-то недотрога, что ли. Но при этом очень сексуальная и соблазнительная. Так, почему ты находишься в отчаянии в этом, скажи. Так, мужчина женат, в браке находится. Говорит, мне в этом браке, в этой семье неплохо. Но мы живём вместе, рядом находимся по каким-то причинам. Причины могут быть разные. Для друзей, для знакомых, для родителей, для детей. Из-за, вернее сказать. Люди делают вид, что он говорит, я делаю вид, надеваю эту маску, как будто бы я счастлив. На самом деле это не так. Это всё показное, наигранное. Показное, показное счастье. Хорошая, как это говорят, хорошая мина при плохой игре. К этой женщине, о ком он, о вас, да, идёт речь. У него тут эмоции, такое эмоциональное тяжёлое состояние, когда хочет вас вернуть, да. Вы пытаетесь вырваться из этих отношений, а он хочет вас вернуть. Смотрите, возможно, речь идёт именно, если вы смотрите. Может быть и жена, а может быть ещё другая женщина. То есть, вариант этот подходит для тех, кто женщин, кто жена на данный момент. И кто не жена, другая. То есть, и так, и так. Так, то есть, для жены, да, говорит, что, о жене рассказывает, что мы оба, ну она здесь тоже, эту маску надеваем. Какие-то вот социальные нормы, да, мы вынуждены поддерживать. Вот эти вот социальные игры, принятые вот эти вот нормы, что у нас семья и так далее. Так, ну здесь он рассказывает, что он чувствует отчаяние из-за некой другой женщины. Это не жена, из-за того, что она вот как-то с ним поступила легкомысленно. Как-то его соблазняла, флиртовала с ним и оставила, да, ушла от него. Ушла, скажи, она ушла или ещё общение. Да, она сейчас ушла, говорит, да. А он прям плачет. Оценил, да, называется, оценил. Девушка осознала свою самоценность. Осознала, что же я на самом деле из себя представляю. Какую я ценность несу. Смотрите, какая может быть история. Что находились в этой порочной связи, да, в любовном треугольнике. Тут может быть даже четырёхугольник. Женщина эта, не жена, а другая. Попала в состояние потери. То есть когда-то она увидела в нём, увидела в этом мужчине перспективы хорошие. Он вроде бы подавал надежды хорошие. Она с ним связалась, скажем так. Он о том, что он женат, не сказал, умолчал. Потом начался период, когда эта женщина долго пыталась сохранить эти отношения. Какая-то вот как правда всплыла. Она пыталась сохранить эти отношения, но потом она на это всё плюнула. Что какое-то к ней озарение, как осознание пришло. А зачем мне это всё надо? Да, вот какая-то появилась у неё самоценность. Что я у себя одна, на что я жизнь свою трачу. И время, на что я трачу своё. И эта женщина, она сейчас, вот говорит, она ушла от меня. Другая, не жена, другая. Она сейчас, говорит, занята собой, своей жизнью, развитием. Много читает. По этой карте вот девушка эта полностью погрузилась в развитие себя. Да, прокачивание своей личности. Да, как сейчас модная. Прокачала новую версию из себя. Да, много занимается, читает. Посещает какие-то тренинги, курсы. Курсы переквалификации. Полностью, может быть, сферу деятельности изменила кардинально. То есть, она сейчас вот кайфует для себя. Ловит кайфушки. Ходит по барам, по ресторанам. Вино дорогое, вкусное пьёт. И ни на кого не обращает внимания. Постройнела, помолодела. Спортом, может, начала заниматься фитнесом. Тут такая прям поджарая, подтянутая девушка. Можно даже сказать, что как-то язык не поворачивается. Сказать, что это женщина, девушка. И вот она на него не обращает внимания. И, собственно, его, эта мысль, и не дают ему покоя. Его вот это вот всё положение вещей вводит в это состояние отчаяния. Тупик, доигрались, доигрался, допрыгался. Какая мысль ещё тебе не даёт покоя? Вот мысль об этой женщине, о которой мы спрашиваем. Какая мысль они не даёт тебе покоя? Мысль, что, хотя он и женат, да, но именно эту другую женщину он увидит для себя главной, да. Ты моя королева, ты моя императрица. Не жена, не та, с которой я сейчас, не эта сожительница, а именно вы. Вы, да, вы. Ну я же говорила, да, вы можете смотреть, кто меня смотрит. Вы, может быть, и жена эта, а может быть и другая. То есть, да, люди, огромное количество людей смотрит. Ну, огромное, не огромное, а 500 просмотров для меня это уже огромное. Так вот, вот это вот другая, другая, он о ней говорит, что я, хотя и женат, у меня есть женщина, с которой я живу, но я её вижу, вот другую, которая меня оставила, я её вижу главной. Я готов ей поклоняться, а я этого не делал. Ему сейчас очень плохо, очень тяжёлое эмоциональное состояние. Вот его накрывает, накрывает постоянно, думает об этом. Да, что он не оценил. Смотрите, какая может быть предыстория. Он вам что-то обещал, пел, да, может быть, обещал, что уйдёт от жены на вас, женится. Может быть, когда-то у вас были отношения, когда он ещё, у него никого не было. Вы, когда изначально, может быть, ещё такой вариант, изначально вы с ним встречались, но он выбрал другую женщину, завёл себе ещё какую-то и на ней женился. Вот впоследствии теперь она жена. Может быть, ещё такой вариант. Но когда вы ещё были вместе, никого не было, там ещё каких-то третьих лиц, вы ещё, когда только встречались, он вам что-то обещал. Обещал, что женится. Говорил, что у вас всё серьёзно. Говорил, что он хочет быть только с вами. Но потом... Вот это были только обещания, да? Вмешались там третьи лица. Вы захотели уже потом освободиться от всего этого, уйти, да? Мне тяжело в этих отношениях. Я не получаю то, чего я хочу. Эта женщина, да? Она решила уйти. А он сейчас пытается её вернуть. Вот тяжело ему. Хочет эту женщину удержать на расстоянии. Ой, на расстоянии. Хочет удержать её. Ну, на расстоянии это тоже. Она на расстоянии, но при этом, чтобы она была... Всё равно в его жизни находилась. То есть, да, мы с тобой жить не будем, но я хочу знать, что ты всегда есть на расстоянии, да? То есть, я с тобой жить не буду. Я тебе ничего такого дать не могу. Но я хочу, чтобы ты была вот где-то там находилась. Я знаю, что ты есть. Я знаю, что я всегда могу к тебе прийти, да? Вот так скажем. Какая мысль ещё тебе не даёт покоя? Больные отношения. Я вёл себя безответственно. Эта женщина потерпела потери, да, убытки. Я её вот как-то опозорил. Я её унизил. Она из-за меня находилась в этом состоянии, в униженном состоянии, оскорблённая. Я оскорбил её чувства. Ты что, прям тут сожалеешь или что? Так, объясни, это что значит? Ты сожалеешь? Прямо искренне. Его задевает, что эта девушка, эта женщина другая. Она сейчас может увлекаться другими мужчинами. Вот эта мысль его так же не даёт ему, эта мысль покоя, что сейчас у неё могут быть какие-то другие ухажёры, другие здесь пассажиры, хотела сказать, клиенты. Да, ну вот серьёзное, он прям, он не думает, что у вас там что-то может быть серьёзное с другими мужчинами. Ну думает, что так вот для флирта у вас кто-то и есть. Ему эта мысль не даёт покоя. Что какие-то вот друзья новые, новые знакомства, новые какие-то встречи лёгкие, такие ненавязчивые, ни к чему не обязывающие у вас есть. А что, ты думаешь, что не может быть у неё ничего серьёзного с другими мужчинами? Да, она слишком хороша. Она слишком хороша для других мужчин. Она к себе никого не подпустит, я знаю. Ну то есть, что она кроме меня никого к себе не подпустит так, чтобы серьёзно строить. Я знаю, что она любит меня. Так вот, с кем-то общаться, флиртовать, да, она может. Но я знаю, что с другими она строить ничего серьёзного не будет. Да, говорит, что она такая неприступная, она не будет вот с кем попало связываться, она не будет навязываться. Я знаю, что у неё большие требования. Так, это он, поняли, да? Он уверен, что ничего серьёзного с другими мужчинами у вас не может быть. А какая мысль не даёт ему покоя, что так флиртовать у вас смогут быть ухажёры. Даже что может быть с вашей стороны какая-то такая вот поведение открытое, вы можете позволить себе. Вот это ему не даёт покоя. Это его прям вводит в состояние отчаяния. Я думала, он прям действительно искренне сожалеет. Но это, скорее всего, вот как будто бы задето сейчас его эго, самолюбие. Поняли, да? Какая мысль не даёт ему покоя. На этом всё. Благодарю вас за просмотр. Приходите на закрытый прямой эфир. Погадаем на любовь, на вашего суженого. Номер карты указан на канале, по которому вы можете оплатить участие в прямом эфире. Благодарю вас за просмотр. До встречи. Пока.